всем привет на канале all dachman сегодня мы с вами продолжаем тематику мигрантов их отношения к местному населению в европе в частности германии и реакция органов правопорядка на их скажем так злые шутки сегодня речь у нас пойдет о мигранте из сенегала мухаммеде драме в конце 2019 года он со своим сводным братом через мали через марокко на перекладных при помощи контрабандистов на лодке переправился в испанию через средиземное море но в испанию он прибыл уже один без своего сводного брата по пути его сводный брат по каким-то невыясненным причинам вдруг утонул от этого мухаммеда компетентные органы никак не смогли добиться правды о том куда делся его брат почему же он сам приехал в европу он мотивировал это тем что хочет финансово поддержать свою семью которая осталась в сенегале его определили в севилье в лагерь для переселенцев для дальнейшего распределения и оформления документов но в апреле в апреле 22 года он просто-напросто сбежал из этой севильи собрав некоторую сумму денег на билет на поезд и уехал в германию когда же он приехал в германию со своими документами из испании его компетентные органы и полиция спросили почему он из испании приехал сюда если он там подавал документы на вот это вот статус беженца он просто сказал что он бедный сирота у него никого нет ни папа ни мама не братьев ни сестер а в испании ему не понравилось отношение людей к нему поэтому он решил приехать в германию с этой стороны хочется заметить что он по-немецки не говорил ни единого слова он разговаривал и только на французском и на языке который принят в сенегале я уже не помню как называется не помню не помню не суть важно вот значит немецкие компетентные органы а также вот этот югентамп управление по делам молодежи и подрастающего поколения направили его в дортмунд для дальнейшего оформления бумаг и может быть получение статуса беженца но в таких организациях как вот эти вот пересылочные пункты и так далее очень часто скажем так тусуются журналисты корреспонденты репортеры и прознав об этом человеке они решили навести на нем справки действительно ли он сирота оказалось что он солгал немецким компетентным органам сказав что он сирота и репортеры предоставили немецкой полиции а также вот этим вот управлен управлению по делам молодежи информацию о том что в сенегале у него остались остались папа и мама и еще восемь братьев и сестер то есть сводный брат умер у пути он десятый значит потом пока он был в этом в общежитии в этом пересылочном пункте он решил заняться своей личной жизнью и в ночь с 3 на 4 июля он вышел за пределы вот этого лагеря увидел шедшую по дороге женщину и подлетел к ней начал ее сексуально домогаться предлагая ей несколько монет которые не были в руке женщина естественно испугалась она начала кричать звать на помощь кричать полиция полиция он услышав слова полиция испугался бросился наутек но когда люди вызвали полицию и сотрудники приехали на место происшествия она его описала и по его приметам по горячим следам этого мухаммеда драме нашли это был первый деликт когда он попался здесь в германии вот на такой вот неудавшиеся попытки изнасилования человек заметьте человек приехал в германию для того чтобы финансово поддержать свою семью и тут же сказал немцам что он круглый сирота ладненько идем дальше после вот этого происшествия его отправили в есть такое понятие югенхерберге то есть как бы общежитие для молодежи католическое общежитие для молодежи святой елизаветы в дортмунде для того чтобы с ним там проводили допустим консультации работы психолога чтобы он изучал немецкий язык так как он по-немецки еще ничего не знал абсолютно и вот случилось так что 8 августа 22 года директор этого общежития позвонил в полицию и вызвал наряд полиции сообщившим следующее что вот этот мухаммед драме сидит на улице на лужайке скорчившись с ножом который он украл на кухне и пытается нанести себе какие-то увечья то есть предпринял попытку самоубийство естественно несколько нарядов полиции приехала было 12 человек полицейских в этот момент вот все говорят что у них вот есть вот эти вот камеры видеонаблюдения но по вызову по этому звонку у всех полицейских камеры были выключены потому что закон требует когда допустим идет попытка самоубийство или какие-то расчлененка скажем тогда камера должна быть выключена потому что если эти видео материалы попадут в какие-то фальшивые неправильные руки могут вызвать или какую-то сумасшедшую психологическую травму человека или какую-то негативную реакцию поэтому у всех полицейских вот эти камеры на теле они bodycam они были отключены значит приехав на место полицейские увидели что да действительно он сидит на лужайке и пытается ножом себя ткнуть в живот они начали его уговаривать бросить нож и сдаться властям говорили на французском языке говорили на английском говорили на немецком он в какой-то момент времени просто-напросто поднял они глаза посмотрел вскочил и начал на них набрасываться несколько полицейских запулили ему струю с двух баллонов газовых это не подействовало он отвернулся поворачивается обратно замахивается ножом и бежит на полицейских в него запускают два электрошокера электрошокеры из-за его плотной куртки и плотной одежды на него не действует и тут один из полицейских видя что остается буквально полтора метра от этого мухаммеда драме с ножом до его коллег хватает свое оружие хватает свой автомат и открывает огонь по этому человеку из шести выстрелов в этого мухаммеда в живот ему попало пять пуль только тогда полицейские смогли его завалить на землю завернули ему руки за спину он еще дышал он еще поворачивал глаза он еще мог разговаривать тут же подъехала скорая помощь его отправили в этой скорой помощи в больницу но скорой помощи он пришел в неописуемую истерику начал разбрасывать все эти приборы начал кидаться там на врачей отказался от оказания первой медицинской помощи его привезли в больницу в каком вот состоянии и через полтора часа этот человек мухаммед драме из сенегала сын из десять сын папы и мамы у которых было десять детей назвавшийся здесь в германии сиротой скончался вот такое вот неприятное такое происшествие естественно его потом родителям за счет властей города дортмунд переправили в сенегал и оплатили полностью все погребение сейчас же почему я именно решил вот эту тему вам сегодня рассказать в этом видео сейчас же вот этот полицейский открывший огонь и по факту получается убивший вот этого мигранта который с ножом набросился на его коллег находится под следствием течение года шло следствие собирались документы собирались свидетельские показания и сейчас начался официально суд который будет принимать окончательное решение правомочен ли был полицейский применить огнестрельное оружие против этого скажем так парня находившегося в каком-то там непонятном состоянии аффекта или может быть в каком-то одурманенном состоянии вместо того чтобы оказать ему какую-то помощь его просто застрелили но естественно суд принимает во внимание тот факт что коллеги вот этого полицейского который застрелил этого мухаммед драме уговаривали его бросить нож и сдаться властям они его уговаривали потом до того как произошли выстрелы когда он встал и начал на них идти с этим ножом размахивая ножом в стороны они применили газовые баллоны против него когда это на него не подействовало он на них бросился против него были запущены два тизера и это тоже не подействовало то есть получается единственный вариант который смог его установить это было применение огнестрельного оружия и на первом заседании суда этот полицейский сказал что во первых ему очень жаль что так случилось что такая трагедия произошла он не хотел никого убивать но и времени на то чтобы сделать предупредительные выстрелы в воздух у него тоже не было потому что на кону стояли жизни его коллег полицейских на которых набросился вот этот вот мигрант из синегала с большим кухонным ножом вы спросите откуда нож этот нож он украл на кухне вот этого общежития для молодежи в которые его направили после вот этого происшествия где он хотел изнасиловать женщину ночью сам в ночь с 3 на 4 июля 22 года когда его туда привезла полиция вернее когда его привезли в участок вот это вот контор югентам тут это управление по делам делам молодежи и подростков направили его вот в этот вот лагерь для молодежи может быть на перевоспитание может быть не знаю но отдыхом это не назовешь или как или на контроль или еще как в любом случае этот человек приехав в германию своим поведением уже показал то что он вряд ли хотел кого-то финансово поддерживать потому что в севилье в испании когда он сказал что да он хочет поддержать свою семью финансово плюнул на все приехал в германию вдруг он оказывается сиротой когда он в германии оказался сиротой он захотел излить свои гормоны попытавшись изнасиловать женщину абсолютно незнакомую на улице это такой вот случай когда многие иммигранты молодые особенно вот эти вот сирийцы тунисцы когда они толпой нападают на девушек или на женщин среди ночи они считают себя героями они считают себя властелинами мира потому что их много жертва одна но когда они один в один сталкиваются в лобовую со своей жертвой и жертва начинает оказывать яростное сопротивление они начинают сдавать на попятное то же слаз то же самое случилось с вот этим вот мухаммедом драме который скажем так потерпел фиаско так и не изнасиловал свою потенциальную жертву но он попал в полицию полиция направила в этот лагерь в этом лагере он через буквально через три недели пытался совершить попытку самоубийства когда ему помешали это сделать он набросился на полицейских с ножом конечно же в этом году в этом году опять я возвращаюсь к тому моменту когда этот афганец радикальный исламист 31 мая в манхайме или как вы по-русски говорите мангейме убил полицейского и ранил еще несколько человек уже сейчас на это смотрят несколько иначе но когда полицейский убил мигранта это конечно плохо это конечно плохо он могут сказать что он превысил свои полномочия типа назвать расистом кстати этого полицейского который этого мухаммеда убил и назвали расистом назвали его расистом сказали что он ненавидит иностранцев и так далее и так далее но опять таки посмотрите на эту ситуацию с вашей точки зрения вы с вашими коллегами поставьте себя на место вот этих полицейских вы с вашими коллегами приехали на вызов вы видите человека с большим кухонным ножом вы ему говорите бросить нож на землю и спокойно подойти для дальнейшего выяснения обстоятельств причин побудивших его взять нож в руки он отказывается это сделать он поднимается и начинает вместе с этим ножом бежать на вас угрожая вам физической расправой что вы будете делать скажите вот что вы будете делать вы будете просто стоять смотреть побежите в сторону или вы все-таки откроете огонь на поражение я все-таки думаю что полицейского если и оправдают то могут просто-напросто уволить из полиции это в худшем случае я не думаю что его посадят потому что он все-таки действовал по инструкции в непредвиденной в нестандартной ситуации когда действительно жизни его коллег угрожала такая вот серьезная вот скажем так они стали стояли перед такой серьезной ситуации или или ты или тебя другого не дано вот такие вот дела это у нас получается что наш политклуб постепенно переходит в криминальную хронику все больше и больше становится известно тех фактов что многие мигранты многие переселенцы ведут себя увы неподобающим образом пытаются обмануть и госорганы пытаются обмануть власть и пытаются надругаться над теми людьми которые приняли их в свою страну и потом та власть над которой надругались над которой насмеялись пытается еще обвинить в преступлении не вот этих вот мигрантов которые ведут себя иногда как последние изгои общества пытается обвинить защитников правопорядка в превышении своих служебных обязанностей мне хотелось бы конечно чтобы вы внесли ясность вот в эту ситуацию чтобы вы со своей точки зрения сказали правы ли были полицейские может быть они были неправы может быть нужно было его сразу развернуть на границе и отправить в сенегал или еще куда мне было бы интересно знать ваше мнение моя точка зрения вам уже известно я стою на стороне полицейского до жестко неприятно но я стою на стороне полицейского потому что если бы этот сенегалец убил хотя бы одного полицейского то скорее всего два года назад это дело просто напросто умолчали бы а так как сегодня вот это вот все идет уже раскрыто официально что во всех источниках говорят что радикальные исламисты открыто требуют создать в германии государство халифат и бегают с ножами пугают людей пытаются их калечить пытаются их ранить нападают на полицейских убивают полицейских то тут уже молчать нельзя вот такие вот дела но не забудьте подписаться на этот канал поделиться видео с друзьями оставить свой комментарий естественно высказать свою точку зрения и да пожалуйста не забывайте о том что не всегда точка зрения или мнение автора фильма или мое личное мнение должно совпадать с вашим перед каждым видео у нас идет маленькая заставочка которая просит вас уважать мнение других и точку зрения других и к же конечно же постарайтесь их подиться без оскорблений на сегодня все всем удачи пока а а а